Делал радиопередатчик на транзисторе. Вот он C3807. Вот он там. Радиатор прикреплен, потом к нему еще второй радиатор, чтобы лучше не дождалось. Теперь тут всего три транзистора. Первый генератор, второй усиливающий, третий еще усиливающий. Вот этот у него очень большой коэффициент усиления, поэтому он 2 ампера 25 вольт. В общем, как я понял, он тут как раз подходит. Вот этот, не знаю, это как игрушка выглядит. У него тут очень маленький теплотвод. И теперь он работает в режиме, когда подается питание на базу, потом база перекрывается и потребление такое. Если бы по базе не перекрывалось, то потребление бы зашкаливало за ампер. Я уже посмотрел. Вот тут последовательно 12 вольт резистор горячий и катушка на коллектор от коллектора. Вот антенна-провод идет. Вот этот резистор нужен 12 вольт, чтобы если вдруг сигнал недостаточный будет для перекрытия базы, то тогда он войдет в 2 ампера и может и там вообще-то если бы не было его, то транзистор бы сгорел. Вот тут плюс и минус развязал дросселями. Когда плюс развязал, то был эффект другой, поэтому и минус развязал. Это было когда другая схема была. Были 4 каскада, теперь 3 каскада транзистора. Еще вот скажу, как тут я понимаю, тут работает это все. У меня не эта схема, не смотрите, я просто из основы ее взял. Возьму, вот идет от того транзистора, от катушки идет импульс обратный. Он приходит через этот конденсатор. И вот этот конденсатор нужен, он его накапливает. Заряжает его, то есть из более узкого импульса делается более широкий. Поэтому он тут очень не такой критичен. Где-то от 30 пикофарад можно до 100 пикофарад. Чем больше мощность, как я понимаю, тем можно его больше пикофарад ставить. Так как он будет импульс все мощнее. Тут уже нет, но это уже все по-другому. Я думаю, теперь если я сделаю, тут как бы называется теперь класс А, Б или Б или А, не помню. Раньше у меня на классе С работал. Похоже как на это, я бы даже был сделавшим как на это. Но туда стоял другой транзистор, на последнем каскаде стоял. Вот этот на 2 гигарса С3950. Я пробовал, тут в один виток этот был у меня без сердечника. И тут был в 80 тонн резистор. Иногда я его не ставил. И вот тут тоже иногда 80 пикофарад, иногда 120 где-то. Тут тоже не так критично, сколько тут этих пикофарад. Я решил попробовать. Но все равно тянуло. Как-то слабо относительно потребляемого тока. Потребляло 400 мА. Как-то слабо тянуло. У меня тут еще конденсатор. Только этого диода нет. Смотрю как будет. Вот поле слабое. У меня раньше бывало, что даже не прикасаюсь. Сейчас тут сама стрелка уже зашкаливала. Вот тут вырос. Чеснок он тут лежал и тут вырос. Я его еще немножко отрезал, но был порезан. Меня удивило это. Без земли, без ничего взял и вырос. Каких может 15 дней, когда я на деревне ездил. Можно попробовать показать, что тут получилось. Поехали. 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 Вот так получилось. Поехали. Поехали. его теперь меньше, чем 0,6 ампер. Кстати, сперва, когда не было вот этого конденсатора, тогда было потребление больше. Вот этот конденсатор у меня теперь стоит переменный где-то или 40 пикофарад, а тут стоит 68 пикофарад и 39 пикофарад параллельно. А потреблял на самый меньше потребление, значит, самый сильный перекрывается транзистор и база, значит, самый сильный сигнал получается. Цветы может все слабо тянуть. Я уже и по всякому пробую. Не знаю, что еще сделать, чтобы тянуло лучше. Наверное, так и должно быть. Нужно просто уже значительно сильно мощность увеличивать, либо нормально этим делать.